Пророк мгновенный тот, кого мгновенно Бог использует чтобы донести его волю и мысль о человеку. Второзаконие 18 глава 18 глава 18 и 19 я воздвигну им пророка из среды братьев их такого, как ты и вложу слова мои в уста его и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих которые пророк тот будет говорить моим именем с того я взыщу. Мы также понимаем, что это мессианский текст пророческий. Это говорит о Ишуа. Это говорит о будущем, но также нам показывает, как Бог использует пророков и пророчества. здесь очень ясно дается нам понять, что слова будут помещены в уста и он будет говорить конкретно то, что он вкладывает в его уста не больше, не меньше но также есть предупреждение кто не послушает моих слов которые будут сказаны от моего имени с того я взыщу. Это очень серьезная вес, груз, который ноша, которая положена на пророка. Это очень серьезная по отношению к нам, кто слушает эти пророчества, потому что Бог очень много вкладывает в это и на нас ответственность принимать то, что говорится. Как я сказал уже ранее, было много пренебрежений, неточностей с пророчествами. Но когда мы знаем, что человек конкретно действует под помазанием, то мы должны быть очень внимательны к этому. Это может иметь серьезные последствия. И если кто-то заявляет о том, что он функционирует или у него есть служение пророка или кто-то говорит о том, что он двигается в дарах пророческих, должен быть исследован. Мы чуть-чуть позже с вами разберем, как делать надо, как взвешивать и проверять надо. когда человек был взвешен и проверен, что он да-таки действует в дарах пророческих правильным путем, тогда те, которые слушают пророчества, должны быть очень внимательны. Я дам вам пример, который был в моем личном служении. Какое-то время назад, когда я был в лидерской позиции в одной из церквей, молодая семейная пара пришла в церковь. Я попытался быть дружелюбным с ними, построить отношения с ними, но они постоянно держали от меня на дистанции. И вначале мне показалось это крайне непонятным, странным. Но когда я понял причину, почему, и со временем, как я наблюдал за ними, я распознал, что они были под влиянием злого духа. Конкретно под духом Изавели. И потихонечку они взяли под контроль некоторых лидеров в церкви. И на тот момент, понимаете, я не был старшим пастырем, то есть не был самым главным. Но я был пастырем в церкви. И я увидел, что старший пастырь попал под влияние этой семейной пары. В то время меня люди распознавали как человека, который движется и имеет пророческое помазание. Мы были уже достаточное время в той церкви, и люди взвесили меня и поверили в том, что я действительно двигаюсь в этих дарах. И я начал говорить с старшим пастырем по поводу этой ситуации. Сперва очень аккуратно. Я пытался говорить ему то, что Бог мне показывает и говорит по поводу этой семейной пары. До того, как эта семейная пара пришла в церковь, у нас со старшим пастырем были очень-очень близкие и дружеские взаимоотношения. Но потихонечку он начал отдаляться от меня. И потом я уже очень серьезно и конкретно сказал ему, что его ожидает, если он будет продолжать двигаться тем же путем с этой парой. Мне очень не нравилось то, что я делал. Это было крайне тяжело для меня. Поймите меня правильно. Я делюсь с вами и сердце своего, чтобы помочь вам. Я не пытаюсь поставить себя на пьедестал или на высокое место. Я в этом не нуждаюсь, мне это не надо. Но в этой ситуации это стало так серьезно, я должен был очень строго говорить и предупредить пастыря. Я сделал это со слезами на глазах. Если вы не можете дать слова предупреждения со слезами на глазах, лучше не давайте. Вы должны знать свое личное сердце. Бог любил и любит того человека. И он не хотел, чтобы тот потерялся, заблудился. И Бог очень хотел, чтобы пастырь вернулся во взаимоотношения и в полноту, которую он его призывает. Это Божья цель. Когда он дает такие тяжелые, сложные слова для обличения, это не потому, что он хочет ударить вас по голове. Но это потому, что он любит вас. И потому, что у него есть боль в его сердце. И если это идет от Господа, и вам тоже в сердце будет больно. Вы будете чувствовать это. Это то, что вы не можете сделать без сострадания. И Бог дал мне видение. Бог дал мне видение воздушного шара. Поднимающегося. Но этот шар также был связан с землей. С помощью каната. И он мог только подняться на определенную высоту. Но внезапно огонь поглотил землю. И это было жуткое разрушение. И я поделился этим словом с ним. И я сказал ему, если ты будешь продолжать быть под влиянием этой семейной пары, ты поднимешься на какое-то время. Но ты будешь также связан с землей с помощью каната. И если ты не покаешься, ты сгоришь. К сожалению, это то, что конкретно произошло. Его служение возросло. И он думал о том, что все чудесно, великолепно. Он отделился, отлепился от церкви. Я был пастырем в этой церкви. Может, не самым главным, но был пастырем. И люди видели, и люди видели, и большинство в церкви поняло ситуацию. И он принял решение отделиться вместе с этой семейной парой, и, может быть, еще 20-30 человек. И они начали свое служение. И какое-то время это выглядело чудесно. Но потом просто мгновенно оно начало разрушаться. И он был в Южной Африке. Он был из Южной Африки и вернулся туда потом. И там он попытался вернуться в служение, и это не сработало. И на сегодняшний день его служение полностью разрушено. Он где-то работает, может быть, в магазине, и он больше не в служении. Это принесло большую боль в меня. Бог одаровал этого человека, но он не был готов слушать. Он не увидел. И он не был готов принять и вместить то, что я высвобождал ему от Господа. Даже несмотря на то, что люди распознавали, что я двигаюсь в пророческом служении. Поэтому я и говорю вам, что это очень серьезное дело. Это не то, что мы можем делать поверхностно. Мы также нам придется дать отчет Господу. Как это говорит здесь. «А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Когда мы растем, возрастаем и учимся функционировать, служить, мы также должны возрастать в понимании, как Бог использует это. И в принципе мы можем посмотреть, что всякое слово от Господа, оно как пророчество. И вся Библия написана людьми, которые приняли откровение от Господа. Мы знаем, что все Писание Богодухновенно. И оно дано от Господа. И мы не можем смотреть на это Писание. И все Писание выглядит как пророчество. И рассматривать его можем как пророчество. Это то, как Бог с нами общается. Мы можем видеть просто разные уровни того, как это работает. Есть разные формы в Писании. И также с каждым из нас Бог общается с помощью разных путей, разных форм. И по поводу будущих событий. И что касается будущих событий, это только часть, как пророчество. Это одна из больших задач пророка, кого Бог взращивает между людьми, это также скорректировать моральные, политические и религиозные предрассудки. И мы видим этого достаточно сегодня. Мы видим на сегодняшний день, что не так много пророков, кто движется в этом и служит в этом. Я говорил вам вчера о человеке, который приходит к финскому парламенту, пророчествующий. Он говорит им о морали и об их ответственности и об их ответственности в принятии решений на библейских основаниях. Он говорит им по Писанию. Мы должны понимать, что часть пророческого служения это говорить против аморальности и неправильных взаимоотношений. но также и в церкви по поводу неправильных вещей, которые все-таки имеют место. Непонимание власти, манипуляции. На сегодняшний день это, к сожалению, те вещи, которые имеют место в церквях. Это неправильное использование власти и манипуляции. И я также, может быть, затрону еще некоторые, если мы будем дальше двигаться. Но также пророк провозглашает Божью мораль и Божьи принципы, через которые Бог работает с людьми и взаимодействует. Также это является тем основанием, которое Бог хочет видеть в лидерской команде, в лидерском структуре. Хорошо, давайте посмотрим. Хорошо, я буду через это. Всякий, кто говорит от Господа человеком, может быть назван пророком. В Писании мы имеем Еноха, Авраама, патриархов, которые были носителями Божьих посланий. По поводу Авраама в бытие Двенадцатая глава, седьмой стих. Авраам врал. Двадцатая глава, седьмой стих. по поводу своей жены. Говорил, что она его сестра. И Авимлех призвал Авраама. Но в двадцать седьмой главе мы видим, что Бог говорит ему. Верни его жену ему. Потому что он пророк. И он помолится о тебе, чтобы ты жил. Исход семь-один. Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон брат будет твоим пророком. Псалом сто, по-моему, четвертый у нас. Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла. Мы видим о том, что те, кто были пророками, как их признавали пророками. В числа одиннадцатой главе с шестнадцатого по двадцать девятый стих мы видим, что там было служение возле скинии, и что Божий Дух почил на некоторых из них, и там было семьдесят человек. И Дух Божий почил на них. И сказал Господь Моисею, собери мне семьдесят мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобой. Я сойду и буду говорить там с тобой, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо и будете есть. Ну, акцент на шестнадцатом стихе. И акцент на семнадцатом стихе, что я сойду и буду говорить с тобой и возьму часть от Духа, который на тебе, и возложу на них. И они будут нести бремя вместе с тобой, чтобы ты не нес более один. Но двоих не было там. Там было шестьдесят восемь. Алидад и Амидад остались в лагере. И в двадцать шестом стихе. Двое из мужей остались в стане. Одному имя Елдад, а другому имя Мадад. Но и на них почил Дух. Они были из числа записанных, только не выходили к Скинии. И они пророчествовали в стане. И они все получили часть того Духа, и результатом этого было то, что они начали пророчествовать. И если вы почитаете, вы увидите, что Иисус Навин был немного расстроен. Двадцать восьмой стих. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных, его сказал, господин мой Моисей, запрети им. Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. И если мы посмотрим в Новый Завет, то Павел говорит о похожих вещах подобных. Когда Павел ободряет всех нас искать дары и жаждать даров, но в особенности дара пророчества. Первая царств. Первая паралипоменон, двадцать пятая глава, третий стих. Третий стих, двадцать пятой главы. Третий стих, двадцать пятая глава. От Идифуна, сыновья Идифуна, Гедалия, Церий, Исаия, Семей, Хошавия и Матафия, шестеро под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа. Это прикольное место читать вслух. Надо попрактиковаться, читать их имена все. Но смысл вот в чем. Мы в этом месте Писания можем видеть, что музыка, она вовлечена в пророчество. Когда просят пророчествовать, и когда в одном из мест есть местописание, когда попросили пророчествовать и позвали пророка, он сказал, приведи ко мне музыкантов. И когда он начал играть на инструментах, он начал пророчествовать. музыка может аккомпанимировать пророчеством. Но мы должны понимать местоположение музыки. Она аккомпанимирует пророчество. И я иногда делаю так. И мы не должны забывать о том, что это не просто человеческое дело. Это не просто мужское дело. Это еще и женщин касалось. Женщины тоже пророчествовали. У нас есть Мириам. И о ней исход, 15 глава, 20 стих. И у нас есть Дебора. Судьи 4.4. Мы должны понимать с вами о том, что пророчество может быть как от мужчин, так и от женщин. Бог может использовать. Но мы также видим, что как это продолжает и увеличивается, если вы хотите, когда мы будем продолжать исследовать Писание в этом вопросе, мы увидим, что пророчества, они имеют формы. И также мы можем увидеть, что даже были школы пророков. Это началось в царствах. И продолжалось до Илии, Елисея, и разные школы пророков были. Я не знаю, хорошая ли это идея воскресить эти вещи. Есть очень много преимуществ в этом, и также стремных моментов. Но если мы будем рассматривать Писание, мы увидим, что они начинали тренировать пророков, учить пророками быть. Я вам дам места Писания, вы сами посмотрите. Первое царство, 19 глава, 18-24 стих. Четвертое царство, 2 глава, 3 стих. Четвертое царство, 2 глава, 3 стих. Пятнадцатый стих. И четвертая глава, 38 стих. И эти пророческие школы были во всем Ветхом Завете до окончания, так сказать, Ветхого Завета. Были эти школы в Раме, в Эфиле, в Галгале, Гибее и Ерихоне. И часто учеников называли или сыновья пророков, или сыновья, или ученики. Это термин использовался для, ну, как выражения почтения, уважения. Это, можно так сказать, Ветхозаветная форма ученичества. И ученик — это не просто тот, кто что-то изучал, а они как бы становились частью семьи. И это не такие холодные взаимоотношения, которых мы иногда видим в школах. У вас есть учитель, который стоит во главе. Он всезнающий и всемогущий. А студенты должны сидеть и просто принимать. Но идея у них совсем по-другому была построена. Они жили вместе, путешествовали вместе, и изучали вместе. И вот когда они жили вместе, происходило обучение их. Точно так же, как Иешуа взял 12 учеников. И у них не было такой строгой структуры, жесткой. Но у них были взаимоотношения. И из-за этих взаимоотношений они обучались. И точно так же двигались в школы пророков. Поэтому я думаю, что крайне сложно было бы воскресить это в наши дни, такие школы. Но я думаю о том, что есть хорошая идея в путешествии как бы группами людей. я служу и езжу иногда с некоторыми другими людьми. И я могу понять, что это очень богатое и очень плодотворное время, которое мы проводим вместе. когда мы взаимодействуем вместе. И мы учимся уважать друг друга, помогать друг другу. Каждого из группы он может этого использовать в этом, этого в этом, но как вместе это чудесно потом выглядит. И это становится служением тела. Я очень искренне верю в служение тела вместе. Мы нуждаемся друг в друге. Мы нуждаемся в дарах друг друга. И мы нуждаемся научиться работать вместе без соперничества. Они были называемыми сыновьями или учениками. В 4-м царств, 5-я глава, 22-й стих. Четвертое царство, 5-я глава, 22-й стих. Он отвечал, «С миром господин мой послал меня сказать, вот, теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежды». Контекст, в котором это было дано, это ложь. Это история Неймана. И мы видим, что Нейман пришел, хотел кое-что дать для Елисея. Конечно, это начинается с 1-го стиха главы. Я хочу вам рассказать контекст, чтобы вы поняли больше. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Все знаете историю, все со мной. Нейман пришел, он получил исцеление, и он хотел подарить какие-то подарки Елисею. И Елисей сказал, «Я ни в чем не нуждаюсь». И он отослал Неймана. Но Геезий, его слуга, он хотел для себя что-то, отката. И если вы прочитаете все местописание, вы увидите, что он пошел за Нейманом. И он рассказал ему историю. Вообще-то он солгал. И он сказал о том, что ученики с пророческой школы пришли, и ты должен дать им что-то. Но он для себя это просил. Но то, что самое главное, что мы должны понять, что были пророческие школы, и в них были ученики. И 4 Царств 9 глава с 1 по 4 стих. Елисей пророческал. Пророк призвал одного из своих пророческих и сказал ему, «Опояж чресла твои и возьмись и сосуд с елеем в руку твою и пойди в Ромов Галаадский. Придя туда, отыщи там Илеуя сына и Асофата сына Намесиева и подойди и вели выступить ему из среды братьев своих и веди его во внутреннюю комнату». Мы должны... Важный момент здесь, что здесь упоминается об этих пророческих школах. Заканчивая здесь, они жили вместе как разные школы пророческие. Они делились вещами вместе и служили вместе. Мы читаем в 4 царстве, 4 главе, с 37... 38-41. Мы видим, что Елисей возвращается в Галгал и был голод в земле. И пророки с этой школы сидели перед ним. И он сказал им слуге поставить суп. и вышел один из них в поле собирать овощи. И он нашел дикое вьющееся растение и набрал с него диких плодов и положил в одежду свою, пришел и накрошил их котел. И они начали есть их и стали больные. И Елисей всыпал муку в котел и она стала неотравлена. Но то, что я вам хочу донести и показать, что были эти пророческие школы, они были разные, но они жили вместе и служили вместе и служили друг другу и помогали друг другу. Хорошо? У нас перерыв.